В гончарной мастерской заметное оживление. Ребята с интересом рассматривают расставленные на полках работы. Гончарный круг и саму глину, материал из которого сегодня им предстоит слепить собственную кружку-пиалу. Лепить можно тоже разными способами. Я вам сегодня предлагаю лепку из шара. Вот, то есть из вот этого вот шарика, который я вам сейчас дам, вы будете лепить свои пиалочки. Такой интересный мастер-класс подарила детям из многодетных семей в рамках недели доброты и щедрости одна из гончарных мастерских муниципалитета. Таких мероприятий у нас запланировано несколько. Также у нас запланировано в конно-спортивном комплексе «Русь». Это экскурсия по лошадям и катание на лошадях. Также в бассейне люди смогут покупаться в неделю доброты и щедрости. В целом процесс ручной лепки из глины напоминает работу с привычным для всех пластилином. Но есть здесь ряд особенностей. Например, детали нужно крепить друг к другу лишь специальным клеем под названием шликер. Организаторы предложили ребятам проявить фантазию, показав, как из обычной банальной пиалы можно сделать почти произведение искусства. Вдохновившись идеей, многие тут же принялись превращать свои пиалы в животных. Но некоторые юные гончары пошли своим путем. Я решил маленький горшочек сделать. Из пиалочки, да, маленький горшочек? А для чего? Ну, для консеток, например. Я думаю, я делаю робот. Тут я буду кладить фрукты, овощи. Я обычно леплю из пластилина. Вот это в такой гарстерии леплю из глины. Мы дома еще лепили. Мастер-класс увлек не только ребят, но и их родители, многие из которых не смогли остаться в стороне и активно помогали своим детям. Они из пластилина лепят, но из глины, к сожалению, получается редко. Как-то это не очень такой распространенный материал. Дома не очень с ним удобно работать. А здесь вот такая возможность замечательная. Очень здорово. Ребята увлечены. У каждого получилось индивидуальное какое-то изделие свое. Собственно, каждый проявился. И это самое ценное на самом деле. Не то, какое будет ровное изделие или неровное. Насколько оно будет эстетически красиво. И в каком стиле выполнено. А то, что проявился ребенок сам. После того, как заготовки долепят и раскрасят, их необходимо неделю просушить на воздухе. Затем их первый раз обожгут в печи при температуре 1050 градусов. Покроют глазурью и еще раз обожгут. И только через две недели ребята смогут воспользоваться своими авторскими пиалами по назначению. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Субтитры подогнал «Симон»